Хирурги-доктора. Какую самую глупую ложь вы слышали от пациента? Часть моих служебных обязанностей связана с медицинскими карточками. Моё любимое занятие – читать в них записи докторов, по тону которых явно заметно, насколько сильно им надоела брехня пациентов. Пациенту делали плановую колоноскопию. Его спросили, потреблял ли он твёрдую пищу за 24 часа до операции. Пациент подтвердил, что не употреблял. В процессе операции в толстой кишке обнаружилось несколько десятков зёрнышек кукурузы, из-за чего процедуру пришлось прервать. Пациент был заранее предупреждён, что не стоит употреблять именно кукурузу до операции. Моя мама работает медсестрой в отделении неотложной помощи. В общем, у нас есть одна соседка, которая постоянно курит. Буквально каждый раз, когда мы проезжаем мимо их дома и подъезжаем к своему дому, эта женщина курит. Однажды она попала в больницу из-за чего-то и моя мама задала ей стандартные вопросы, в том числе о том, курит ли она. Она сказала, что не курит. Чертовски правдоподобно. Пациентка. Я уже много месяцев не пила алкоголь. Родственники пациентки. Это правда? Мы всё время были с ней. Я. Мэм, у вас уровень алкоголя в крови 3,25 промилле. Пациентка. Невозможно. Я бы ни за что не стала обманывать вас. Модификация пениса. Это была плановая операция выше пояса, и пациент сказал, что не делал пирсинг. Однако, когда медсестра добралась до этого места, чтобы вставить катетер фолея, она обнаружила, что пациент модифицировал свой пенис, и он был разделён, раздвоен множеством пирсингов, которые были сделаны, чтобы он был похож на кобру. Медсестра не смогла разобраться, как вставить катетер. Пирсинг также ограничивал возможность применения электрокоагуляции. Кроме того, он также вставил металлический имплантат в своё яичко, и казалось, оно было инфицировано. Возможно, там уже начался абсцесс. Процедура была отменена, мы вызвали уролога, чтобы он оценил вероятность заражения абсцесса. Один чувак соврал о том, что у него парализовало ноги после люмбальной пункции. Медсестра позвонила и сообщила, что пациент говорит, что после люмбальной пункции, спинномозговой пункции, он не может шевелить ногами. Я позвонила сотрудникам, которые провели операцию, и они заверили меня, что во время операции не было никаких признаков того, что у пациента возникла такая проблема. Но они согласились с моим предложением, что нужно срочно сделать МРТ. Я пошла, чтобы осмотреть его, и медсестра сказала, что ей показалось, что он шевельнул одной ногой. После этого он заявил, что на самом деле он может шевелить ногами, но испытывает какие-то странные ощущения в области ног. Затем эти странные ощущения превратились в сильную боль, и он попросил ввести ему вещества внутривенно. Я отказала ему, так как его история была бессмысленной. Но боже, это было настоящее чудо, когда этот мужчина ушел из больницы на своих ногах, после того, как я отказала ввести ему сильные лекарства. Кроме того, его МРТ было в норме. Мой папа врач, и он знает миллион смешных историй. Эту историю он рассказал мне пару десятилетий назад. В отделение неотложной помощи пришел пациент с полотенцем на паху и весь в крови. Заявил, что резал овощи на кухне, и нож выскользнул из его рук. Папа взглянул и увидел, что там, внизу, парень был весь изрезан. Пришлось посреди ночи вызвать уролога для консультации. В конце концов, парень признался, что пытался сделать себе обрезание, так как не хотел платить 200 долларов, которые ему пришлось бы заплатить профессиональным врачам. Уролог сумел спасти его детородный орган, но в итоге ему пришлось заплатить за экстренную операцию намного больше 200 долларов. Их возраст. Одна женщина сказала, что ей 30, хотя явно выглядела не на этот возраст. Ну и ладно, решил я, и перешел к другим вопросам. Посмотрел ее бумаги, там были результаты из лаборатории с ее настоящим возрастом. Типа, нафига, что из того, что сотрудник сферы здравоохранения будет знать ее настоящий возраст? Это вопрос здоровья, а не анкета в Тиндере. Никто это все равно не увидит, а я не собираюсь встречаться с этой старой женщиной. Кстати, она была замужем, и у нее были дети. Я пока еще только учусь в медицинском, но нам эту историю рассказала доктор. Она гинеколог, и одна женщина пришла к ней на прием с жалобой, что у нее уже несколько месяцев нет менструации. У нее были симптомы менопаузы, и на самом деле она выглядела почти на 50. Но продолжала настаивать, что ей всего 30, и у нее нет менопаузы. У этой истории смешной конец. Когда доктор спросила, есть ли у нее дети, она сказала, да, сын, ему 27 лет. Не знаю, почему люди врут о своем возрасте, но вся наша группа хохотала, когда нам рассказали эту историю. Парень поступил с раной на голени, которая, по его словам, появилась в результате аварии, в которую он попал, когда ехал на велосипеде. Рентген показал пулю внутри его голеностопного сустава. Рана была получена в результате того, что он случайно выстрелил в себя, когда держал в руках пушку. Первый ребенок прежде не была беременна. Первый прием у акушера-гинеколога. Мы записали всю информацию и начали осматривать ее. Я вставила зеркало и начала осматривать ее шейку матки. Когда ее парень ушел, я снова задала ей вопрос о предыдущих беременностях. И она сказала, что не хочет, чтобы ее новый парень узнал, что она мать-одиночка. Это не глупый обман, но во время осмотра было явно понятно, что она уже рожала прежде. Я написала в ее карточке, что не стоит упоминать предыдущую беременность в присутствии ее нового парня. Я упал на свой диван, и огурец торчал между подушками. Он воткнулся прямо в меня. Я 9 лет работал медбратом в отделении неотложной помощи, и один парень сказал в неотложке, что это случилось с ним в 2 ночи. Сказал, что он делал салат. Огурец упал на пол, он подскользнулся и упал на него. Ага, чувак, в 2 ночи ты решил сделать салат, забыв надеть трусы, и твой волшебный огурец, который не подчиняется законам физики, вошел как ракета прямо в твой зад. Серьезно? Одна пациентка пришла в отделение неотложной помощи с раной на затылке. Я спросил, мисс Икс, что случилось? Не знаю, я купила цыпленка на заправке и пошла спать. Этим утром я заметила кровотечение. Я начал осматривать рану. Оказалось, что она тянется довольно далеко, и оттуда торчал странный материал, похожий на хлопок, который тоже тянулся так глубоко, что нельзя было разглядеть, сколько его там. Я начал расспрашивать ее дальше об обстоятельствах, потому что за годы работы в неотложке у меня появилось чутье, и оно не давало мне покоя. Я. На вас напали? Кто-то причинил вам вред? Вы попали в аварию? Что-то упало на вас? Пациентка. Нет, я просто пошла спать. Может быть, я встала ночью, чтобы пойти в туалет? В конце концов, я решил направить ее голову на пончик правды, также известный как компьютерная томография, прежде чем взять в руки скальпель и выяснить, насколько глубоко засел загадочный кусок хлопка. В черепной кости девушки была застрявшая пуля. Это не объясняло, откуда там взялся хлопок, но я полагаю, что пуля прошла через какую-то ткань. Когда я сказал ей, что в ее голове пуля, она ответила «Ой, как странно» и продолжила играть на своем телефоне. Пришел парень 17-19 лет, в член которого прилетел камешек. Это было очень странно. По его словам, он работал во дворе, и его инструмент ударился о камешек, и он залетел в его член. Он проверил свой прибор и увидел, что выделяется гной. Медсестра выяснила, что на нем были трусы. Он отрицал, что это могло быть как-то связано с удовлетворением себя. Придерживался версии о том, что камешек прошел сквозь его трусы, попал в его шланг и оттуда начал выделяться гной. У него был хламидиоз. Во время прохождения ординатуры, я работала в отделении неотложной помощи, и к нам обратилась женщина под 40 лет с жалобой на рвоту и дискомфорт в нижней части живота. По ее словам, это продолжалось несколько дней. Я тщательно собрала анамнез и, конечно же, спросила, может ли она быть беременна. Она рассердилась и отчитала меня, сказала, что она по девочкам, и в последний раз была с мужчиной более 10 лет назад. Крикнула, чтобы я позвала своего руководителя, так как она хочет, чтобы ее лечил взрослый врач. Я сообщила своему ординатору и перечислила, какие анализы собираюсь взять. И он такой, не услышал ничего про тест на беременность. Я такая, не думаю, что он понадобится. Она в последний раз была с мужчиной более 10 лет назад. Ординатор улыбнулся и сказал, порадуй меня. Стерва была глубоко беременна. Когда мы вернулись в кабинет, с ней были два мужика, которые сердито спорили друг с другом, готовые вот-вот начать драку. Она не могла даже посмотреть мне в глаза. У меня обратная история. Моя дочь училась в седьмом классе, когда я учительница позвонила и сказала, чтобы я немедленно отвез ребенка в больницу. По ее словам, она точно знала, что моя дочь беременна. Я не испугался, потому что не мог даже представить, как такое вообще могло произойти. Наивный папа. Дочка плакала и клялась, что не занималась ничем таким. Медсестра в клинике сказала, что они сделали тест на беременность три раза, потому что девочка не могла не быть беременной. Она выглядела как беременная. Я не замечал этого, пока мне не указали, но она была очень худой и у нее был небольшой живот. Оказалось, что у нее была тератома на одном из яичников. Она была размером с дыню. День, когда я узнал, что эта опухоль не злокачественная, был самым радостным в моей жизни. Работаю на скорой. Соврал не пациент, а его жена. Мы заехали за пациентом, чтобы отвезти его в больницу. Я спросил, может ли он встать. Его жена сказала, что он не ходит уже 30 лет. Чувак встал без посторонней помощи и сам дошел до носилок. Я работал на этой работе уже давно, поэтому мне уже было плевать на подобную фигню. Поэтому я просто выпалил. О боже, это просто чудо. Я был готов к тому, что меня накажут. Но этого не случилось. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Становитесь нашим патроном по ссылке в описании и слушайте наши выпуски фоном, без рекламы и цензуры. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok